Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Итак, начинаем. Антони Ван Дейк. Мария Луиза де Тассис. Как жизнь, так и творчество Антони Ван Дейка распадаются на периоды, соответственно, с его переселениями из одной страны в другую. Известны его итальянские и его английские периоды, а также оба его антверкенских периода, разделенных трехгодичным пребыванием в Италии. Родился Ван Дейк в Антверкене. Здесь он провел свои ученические годы. Здесь же поступил помощником в мастерскую Рубенса, уже совершенно готовым мастером. Заказы, которые он должен был исполнять для Рубенса и преодолимое влияние этого мощного художника, совершенно поработили его индивидуальность. Целый ряд прекраснейших и знаменитейших картин, приписанных Рубенсу по новейшим данным, произведения его молодого помощника и в особенности многие портреты, недавно еще считавшиеся за шедевры Рубенса, отныне должны быть возвращены их настоящему автору Ван Дейку. В Италии влияние Рубенса на молодого мастера заменилось почти столь же сильным влиянием итальянских мастеров. На родину вернулся он в 1627 году уже совершенно иным человеком. Фламандская пышность, юношеский пыл уравновесили благородной сдержанностью. Нидерландский блеск красок смягчился под влиянием горячего венецианского колорита. Все, что Антони Ван Дейк успел сделать в эти немногие годы, до его переселения в Англию, целая масса больших, напрестольных образов, элегантных портретов, принадлежит к лучшему, что создано фламандской школой. Самым характерным и прекрасным примером его отношения к портрету, а также его живописной техникой в этот период является изображение юной красавицы Марии Луизе де Тассис в галерее Эйтенштейна в Вене. Истинный перл среди его прекрасных портретов. Эту даму ошибочно называли княгиней Тассис. На самом же деле мы имеем перед собой истинно фламандскую красавицу, дочь почтенного антверпенского бюргера. Из приятельской варфандейку семьи Тассис благородство в осанке и в выражении должно быть в значительной степени поставлено на счет художника, который, приписав в Италии немало лиц высшей знати, окончательно выработал свой дар восприятия. Отмеченный уже от природы печатью истинного благородства. Однако эта сдержанность не помешала Ван Дейку передать всю привлекательность молодой девушке и веселую плутавскую натуру. Все в этой картине просто непринужденно. Краски ясны и прозрачны. Тон тела сияет среди черного с белой отделкой платья. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства». Картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Бодей Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok